Подрядчик по строительству очистных сооружений Южное, акционерное общество, научно-производственное предприятие Биотехпрогресс, обратился в арбитражный суд Севастополя с заявлением о признании недействительным решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. Ранее в единой информационной системе госзакупок появилась информация, что контракт стоимостью 6 миллиардов 852 миллиона 880 тысяч рублей на постройку очистных сооружений Южное в Севастополе официально расторгнут. В графе «Статус контракта» отображается «Исполнение прекращено». В решении о расторжении контракта, которое датировано еще 23 июля, говорится о том, что в результате двух проверок, они прошли 20 июня и 20 июля, заказчик установил отставание от сроков на три месяца, которое не было устранено. Сылаясь на условия договора, заказчик ГКУ «Городское хозяйство и строительство» признает нецелесообразным дальнейшее введение работ и принимает решение об одностороннем расторжении контракта. По информации пресс-службы правительства, суд принял решение об обеспечительных мерах. В связи с этим подрядчик может продолжить работы на объекте до окончательного разрешения спора. Цитата. Как нам стало известно, в настоящее время одобрена кредитная линия акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» в размере 500 миллионов рублей, что позволяет компании устранить нарушение сроков выполнения работ и своевременно исполнить договорные обязательства. Таким образом, банк, рассматривая заявку, удостоверился в финансовой состоятельности компании и принял решение о предоставлении кредита на заявленную сумму, уточнил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров. Он отметил, что компания имеет положительный опыт реализации подобных проектов на территории нашей страны, финансово состоятельна и заявляет о готовности завершить начатые работы.